Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с известным православным публицистом Сергеем Худиевым. Добрый день, Сергей Львович. Здравствуйте. Хочу начать наш разговор с такого вопроса. Сейчас в нашем обществе очень большое влияние на умы наших сограждан имеют как раз публицисты, колумнисты, кто часто выступает на телевидении, в прессе. Но это очень субъективный взгляд на происходящее в нашей стране, в мире. Вообще, можем ли мы доверять публицистам и колумнистам, как стоит относиться к тем материалам, которые мы читаем, и почему, как вам кажется, вашему мнению можно доверять, в том числе, нашим православным согражданам? Ну, я думаю, что, конечно, любой текст, все, что человек говорит, исходит из определенного взгляда на мире, из определенных представлений о правильном и неправильном. И я думаю, что важно, чтобы это было, во-первых, поговорено, чтобы это было осознанно, потому что человек неизбежно исходит из какого-то мировоззрения, не помнящая фразы, что у человека всегда есть философия, просто он ее иногда не осознает. И вот это достаточно плохая ситуация, когда он ее не осознает, потому что он сам не знает, на чем он стоит, из чего он исходит. И вот, когда есть основания в виде именно православной веры, я думаю, это очень важно, очень важно понимать, что есть такой фундамент, из которого человек сознательно исходит. И вот я, как и другие православные публицисты, стараюсь исходить именно из этого фундамента. А так, конечно же, если говорить о доверии, то, ну, доверять надо церкви, а я просто частное лицо, которое имеет свое частное мнение, и, конечно же, я здесь могу, здесь свящательное. Я не ожидаю, что люди мне будут доверять как какому-то авторитету. Вы написали, что ваш приход к вере – это не история обращения, а история пути домой. Почему вы так написали? Ну, я приведу пример из… Когда я был уже верующим человеком, я поехал в Оптину, и я там был первый раз в жизни, никогда не был до этого. И меня поразило, что я дома. Вот это ощущение того, что я оказался в абсолютно родном месте, месте, которое мне, может быть, даже более родное, чем вот тот город, где я вырос. Ну, несмотря на то, что я на нем первый раз. И вот церковь – это наш родной дом в неком абсолютном смысле. И в том смысле, может быть, более поверхностном, что это наш дом, как русских людей. И в более глубоком, что это наш дом, как людей, созданных по образу Божию и призванных к вечному спасению. То есть, важно понять, что церковь – это то, для чего мы созданы. Вот вообще, как люди, как человеческие существа. Когда вот псалмопея говорит, обращаясь к Богу, «Ты соткал меня во черве матери моей». Вот каждый из нас индивидуально создан Богом с определенной целью. И эта цель… Мы приходим к этой цели через церковь. Поэтому церковь – это в абсолютном смысле родной дом. Позволю себе еще одну цитату. Вы пишете. «Мир наседает на нас со всех сторон с требованиями ненавидеть, гневаться, рвать, рваться, уничтожить. Во всех конфликтах пропаганда всех участвующих сторон возводит гнев и ненависть в священную обязанность». Я абсолютно согласен с такой оценкой. Но почему это происходит? Это мой первый вопрос. Второй – как в такой ситуации внешней агрессии, которая вокруг нас, как вести себя православному человеку? Ну, происходит это потому, что это в падшей человеческой природе. И что, поскольку грех разрушил отношения с Богом, в человеке огромную власть получают страсти, получают, говоря таким современным языком, определенные психологические, даже биологические механизмы, когда человек испытывает потребность вписаться, быть со своим племенем, подчеркнуть свою лояльность. А лояльность своим, она подчеркивается, что я лоялен своей компанией, потому что я ненавижу этих уродов из соседнего двора. И ненависть – это способ приобрести чувство идентичности и чувство принадлежности к какой-то группе. И это одно из трагических последствий грехопадения, потому что на самом деле человек создан для общения с Богом, и человек создан, чтобы принадлежать к Божьему народу, то есть к церкви. И мы находим свое подлинное предназначение, когда мы вписываемся в церковь, когда мы принадлежим к церкви, когда наш народ – это Божие святые. И в ситуации, когда человек этого не находит, у него остается вот эта потребность принадлежать, вот эта потребность быть частью народа. Даже не народа, а племени, потому что бывают еще какие-то политические группы внутри народа. И это приводит к тому, что человек хочет обозначить свою принадлежность к этому племени через ненависть, через враждебность по отношению к каким-то внешним, к каким-то чужакам. Но вот там никогда мы не будем братьями – это как раз способ отмежеваться, подчеркнуть свою лояльность. И реакция на это православного человека, она состоит в том, какой мой долг перед Богом, чего я хочу добиться, какие мои цели. То есть здесь мы можем противопоставить такие автоматические реакции, которые из человека выскакивают до того, как он вообще подвергнет какой-то моральной рефлексии. Как вот в интернете была фраза «Вы не рефлексируете, вы распространяете». Вот христианин, он должен рефлексировать, угодно ли это Богу, чему это послужит. Перед тем, как что-то высказывать, перед тем, как вступать в какие-то препирательства, нужно войти вот в это рассуждение, как есть же огромная аскетическая традиция, там, испытание помыслов. Вот трагедия человека, современного, но бывает, что не только современного, то, что он плывет по течению, его злят, он злится, его соблазняют, он соблазняется, его пугают, он пугается, и он реагирует, как дернутый за веревочку. И вся православная традиция учит к тому, что, да, нас много кто будет дергать за веревочки пытаться, но мы должны различать помыслы, и мы должны искать, что в данной ситуации угодно Богу. Согласитесь ли Вы с тем, что эта трагедия такой инерции, она связана с распространением именно средств массовой коммуникации, которые позволили нам быть одновременно везде, и получить доступ, в том числе, к нашим аккаунтам и профилям, людям совершенно из разных стран, из разных сообществ? Ну, это, конечно же, проблема падшей человеческой природы, прежде всего, она не появилась с появлением интернета, но интернет дал ей определенное такое выражение, из-за того, что действительно скорость доставки информации становится очень высокой, различные новостные источники конкурируют за то, чтобы информацию принести первыми, и это резко негативно сказывается на качестве, потому что нет времени проверять. Пока я буду проверять, другой новостной источник эту информацию выдаст, и все побегут к нему. Также склонность выдавать какие-то скандальные, пугающие заголовки. Вот мне одно время казалось, что, например, когда пишут какие-то скандальные заголовки про церковь, что там сидят какие-то намеренные враги церкви, и это делают сознательно. На самом деле, если посмотреть, там скандальные заголовки абсолютно про все. То есть цель – спровоцировать человека, чтобы он кликнул на эту ссылку, и там увеличился трафик. И интернет, он, вот эта ситуация конкуренции за внимание аудитории, она порождает вот эту ситуацию взвинченности и крика, и каких-то бурных абсолютных эмоций, причем эмоций негативных, там гнев, возмущение, ярость. Я неоднократно сталкивался с тем, что какая-то возмутительная история о каких-то возмутительных беззакониях, и народ бегает, негодует, требует крови злодеев. А потом появляются дополнительные данные, а оказывается, что есть совершенно другая точка зрения, что другие люди считают, что все оно не так было, и совершенно по-другому распределяется роль изводеев и героев. И что можно сказать со стороны, это то, что нужно внимательно разбираться, внимательно выслушивать обе стороны. Но в интернете люди бывают склонны, такое, знаете, есть ироническое выражение, всеведущий блогер, когда человек прочитал какое-то сообщение в интернете, и ему уже насквозь прозрачно, насквозь ясно, что произошло и кто виноват. То есть, вот ситуация распространения слухов, о которых еще ветхий закон говорит, не ходи переносчиком в народе твоем, она в интернете, в интернете это приобретает абсолютно взрывной характер. А вот я слышал, и это побежало там. А вот я сидел там с какими-то людьми, разговаривая, они мне сказали, что вот у моей знакомой, знакомая уборщица в ФСБ, и она слышала, как там, и вот тому подобное крайне недостоверная информация, она разносится со страшной силой. И потом, когда человек убеждается, что это фальшивка, это чепуха вся, он говорит, ну все равно живут они гады, все равно живут они плохие. То есть, вот эта низкая заинтересованность в истине, это, конечно, большая беда интернета. Если говорить о сопричастности некому сообществу, более широко народу, известна статистика о том, что в России 80% наших сограждан считают себя православными, реально в жизни церкви участвуют по разным данным 5-6%, но вот этот фактор самоидентификации для людей очень важен. И святейший патриарх Кирилл говорил о необходимости преодоления вот этого разрыва. Насколько это возможно, как вы считаете, и готовы ли те 80%, которые считают себя православными, реально идти в церковь? Нужно, тут очень важно использовать этот миссионерский ресурс людей, которые себя каким-то образом идентифицируют с православной традицией, для того, чтобы помочь им прийти в церковь. Тут, конечно же, понадобится огромное усилие в том, чтобы просто людей наставлять в основах веры. Вот недавно я прочитал о том, что у нас вот в Думе буксуют, не удается попытки вывести аборты из медицинского страхования. Очевидно, потому что у нас даже наверху, на верхних этажах власти, люди, которые готовы себя отрождествлять с православием, но совершенно не готовы предпринимать какие-то шаги, которые свидетельствовали бы об их христианской этике. И, в общем-то, их даже в чем-то трудно упрекать, потому что это люди непросвещенные, которые не наставлены в православной вере. И вот это стоило бы, конечно, на всем стоит прилагать усилия. Нельзя сказать, что они не прилагаются, они прилагаются, конечно. Но вот очень важно наращивать усилия именно в том плане, чтобы наставлять людей в вере. Здесь ситуация-то сложнее. Вопрос, ведь это не только личностная позиция людей, принимающих решения. Но те люди, которые находятся у власти, они свои решения основывают в том числе на мнении наших сограждан. И конкретно в вопросе об абортах мы знаем, что общественное мнение – это как раз далеко не в подавляющем большинстве согласно с этим предложением о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. И люди, принимающие решения, ссылаются на это, что они не могут пойти против мнения народа. Ну, действительно, мнение народа таково. И это свидетельство того, что очень часто люди вообще не видят связи между православием и тем, что существуют определенные этические нормы, которым он длежит. Следующее. Нельзя убивать ребенка в очереве, нельзя бросать жену, нельзя еще некоторых вещей делать. То есть, конечно же, проблема, как мне видится, она носит очень такой мировоззренческий характер, потому что в православии все этические требования, они укоренены в картине мира. Что у нас есть определенное место в мироздании, у нас есть определенная цель и предназначение. Он создан для вечной жизни, он должен достигнуть вечного спасения через веру, которая проявляется, в частности, в хранении заповедей Божьих. Для обычного нашего телезрителя, к сожалению, все это достаточно непонятно. То есть, вот сам разговор о вечной жизни, он для него разговор достаточно новый. Сам разговор о Христе Спасителе, он для него достаточно новый. И я думаю, конечно, что важно просто заниматься именно проповедью, богоествованием и рассказывать людям о том, кто такой Христос, о том, что Он сделал, о том, каково наше место и предназначение на земле. Продолжая тему мировоззрения, очень много критики раздается о том, что власть воспринимает православие как идеологию. И у вас были на этот счет статьи и комментарии. Насколько это соответствует действительности, и в чем здесь опасность, что люди, находящиеся на вершинах власти, действительно могут воспринимать православие как некую скрепу, которая как культурообразующий фактор скрепляет наш народ. Ну, не более того. Вообще говоря, у церкви и у государства есть определенные, скажем так, пересекающиеся цели. То есть, конечно, мы все хотим жить в условиях гражданского мира. Конечно, мы все понимаем, что гражданская смута и революция – это страшная катастрофа. Что все те проблемы, которые были перед революцией, ее вызвали, они очень сильно меркнут по сравнению с теми бедствиями, которые наступают после. И мы это видим на примере самых разных революций, мы это видим на примере украинского Майдана. И, конечно же, церковь, как все богоразумные граждане, она выступает за государственную стабильность. И в этом отношении интересы церкви, интересы государства совпадают. И в этом отношении возможно взаимодействие, возможно сотрудничество. Я не считаю, что церковь и государство должны друг от друга шарахаться. Это, собственно, нигде не происходит. Нормально сотрудничают. Но есть такая, скажем, родина секуляризма, Франция, где есть католические школы, которые финансируют государство. И в Соединенных Штатах, где очень тщательно выдерживается принцип отделения церкви от государства, есть католические госпитали, которые тоже в значительной степени финансируют государство. И сейчас там время от времени местные атеисты требуют, чтобы эти госпитали заставляли делать аборты или прекратили государственное финансирование. Но пока они не преуспели, пока это сотрудничество продолжается. То есть, в принципе, в социальной работе, в том, что касается поддержания гражданского мира, гражданской такой стабильности, сотрудничество тут возможно, уместно, и его не нужно совершенно пугаться. Это совершенно нормально. Конечно, восприятие церкви как именно элемента национальной идентичности, и прежде всего элемент национальной идентичности, это то, что свойственно не только властям, это то, что свойственно населению в целом. И я думаю, что и население, и власти, они нуждаются в проповеди Благой Вести, они нуждаются в проповеди Евангелия. И думаю, что церковь должна, ну, как апостол говорит, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть, со всеми искать мир и сотрудничество. В том числе, конечно, и с государственной властью. Приведу еще одну вашу цитату, как раз к вопросу о революции. Вы пишите, «Этика революционера является чудовищным извращением. Конфликт между революционерами и церковью неизбежен. И церковь в нем права». В этой связи не могу не вспомнить мнение экспертов, некоторых, которые считают событие конца 80-х, начала 90-х годов революции. Насколько вы согласны с такой оценкой? И если это революция, то каково бы должно было быть отношение церкви к этим событиям? Я думаю, что это скорее контрреволюция. Это было падение идеологии, которая была принципиально в своих основаниях безбожной, прямо это декларировала, и в своих практических действиях переходила от прямого истребления церкви в ранний период к ее суровой дискриминации в более поздний. Но это был открытый антицерковный политический режим. И то, что сама по себе эта идеология ушла, есть несомненное благо. Другое дело, конечно, что вместе с этой идеологией распалось государство. Вместе с этой идеологией, я помню, я приводил такой пример, если корабль потерпел крушение, там люди плавают, цепляются за какие-то обломки, это катастрофа, независимо от того, насколько хороши были порядки на борту, насколько корабль был комфортабельным. Да, конечно, катастрофа. Но то, что стало возможной свободное проповедь Слова Божия, церковь получила возможность невозбранной нести свое служение, это настолько важно, что эти события, я думаю, в целом сам уход идеологии нужно оценить позитивно. Вы активно участвуете достаточно в острых дискуссиях, как раз связанных с оценкой советского периода. Я позволю себе еще одну цитату вашу привести. Если человек согласился считать своими героями участников Холокоста и Волынской резни, он отказался от некоторых базовых представлений о справедливости и человечности. Увы, такие люди никогда не построят гуманного и процветающего общества. Ровно то же самое справедливо в отношении людей, прославляющих Сталина. Достаточно жесткое заявление с учетом тех мнений разных экспертов, публицистов, которые говорят о том, что как раз Сталин – это пусть и зло, но с определенным знаком «плюс». Ну, не бывает зла со знаком «плюс». И очень важно, чтобы мы исходили из нравственной оценки. То есть, как православные люди, для нас могущество державы не является абсолютным приоритетом. То есть, могущество державы – это хорошо. Могущество державы – это ценность. Мы не смотрим на это негативно. Нет. Вот империя, которая поддерживает порядок, которая позволяет подданным проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком богочестии и чистоте, это хорошо. И церковь это исторически рассматривает как благо. Но Советский Союз, особенно времен Сталина, не позволял подданным своим проводить жизнь безмятежную в богочестии и чистоте. С богочестием дела особенно плохо обстояло. Поэтому Сталина мы можем оценивать только как чрезвычайно свирепого гонителя церкви. Конечно, я понимаю позицию людей, которые... Ну, так, к сожалению, устроена человеческая психология, что человек сходил метаться между двумя полюсами. Я понимаю, что есть такие критики Сталина, что было бы гораздо лучше для дела развенчания Сталина, если бы они замолчали. Когда там рассказывают, что Сталин равен Гитлеру или хуже Гитлера, ну, это чепуха, он не хуже Гитлера. Гитлер намного хуже. Но, тем не менее, это чрезвычайно жестокий и беззаконный человек, который восседал над атеистической диктатурой. И нам достаточно открыть, вот, я читал такой сборник «Шпионам и изменникам нет и не будет пощады». Это сборник статей из официальной советской прессы. И там про разоблачение каких-то шпионов и изменников, которые намеренно делали опечатки в советских газетах. А вот ситуация, когда за опечатку человека могут объявить изменникам подвергнуть репрессиям, это ситуация чудовищной несправедливости. Ситуация, в которой множество православных людей, и это факт, который невозможно отрицать, были убиты государством, это ситуация, которую православный христиан может оценивать только резко негативно. Другое дело, что мы совершенно не обязаны при этом говорить, что в советский период были одни злодеи. Нет, конечно. Мы можем позитивно оценивать Гагарина, мы можем позитивно оценивать, конечно же, подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Были люди, которые честно исполняли свой долг, которые защищали страну, которые совершали научные открытия, которые делали что-то достойное похвалы. И мы можем их похвалить с чистой совестью. Другое дело, что это ни в коем случае не Сталин, не Филипс Игмундович Дзержинский. Мы должны не оценивать весь период, и всех людей, которые в нем жили, как-то одинаково. Мы должны, как Христос говорит, не судите по наружности, судите судом праведным. Мы должны признать все-таки злодеев злодеями, героев героями, людей, которые чего-то доброго и похвального достигли, ну, вот их можно похвалить. Но это точно там не Сталин, не Дзержинский, не Ежов и не другие подобные личности. В этой связи я приведу еще одну вашу цитату как раз в развитие предыдущей мысли. «Призывы к национальному покаянию за грехи большевиков порождают тяжелое культурное непонимание. Оказываются не только непонятыми, но понятыми превратно». Поясните это, но для меня это как раз в той логике, о которой вы говорили до этого. Значит, человек может каяться в своих личных грехах. Если я говорю, что я решительно осуждаю действия каких-то других людей, там, Сталина, Дзержинского, Ленина, Троцкого, это никаким образом не покаяние. Это совершенно другое... Может быть, это совершенно справедливо, но это совершенно другое действие. И покаяние, оно всегда предполагается, оно всегда совершается перед Богом. То есть в светском контексте покаяние, ну, это довольно абсурдное, получается, понятие. И проблема в том, что в светском контексте он предлагает покаяться перед какой-то группой людей. Часто под словом «покаяние» подразумевается «признайте правоту какой-то другой группы людей». Но это же не покаяние. Покаяние – это покаяние перед Богом. И это нечто очень личное. Выразить какое-то отношение, там, допустим, негативное к каким-то событиям или самотечественной истории – это несколько другое явление. Это не является именно покаянием в собственном смысле слова. Спасибо огромное за беседу. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok